Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре силиконовые приманки от производителя Smith, называются они Amahako High Flow К сожалению, не нашел, что означает данное слово, перевод он дает, как и читается Но данные силиконовые приманки, как по мне, имитируют медведку Может быть, это и заложено в названии данной модельки Но выглядят они очень необычно, я давно на них смотрел У них не совсем доступная цена, но когда попались по скидке, я поспешил их приобрести Потому что мне все же интересно, как на них будет реагировать окунь, щука, судак Будут ли они питаться подобной имитацией медведки Представляете, в такой вот симпатичной упаковке, в красном-черном стиле Имеется большое смотровое окошко, где видно, как вольтом уложены 6 имитаций медведки И длина каждой приманки 4 сантиметра Расцветка в данном случае 0,9, розовая Такая, ну, довольно-таки необычная для силикона Больше подходящая, например, для ловли форель Но я не исключаю, что и различные породы лососевых рыб Вполне с удовольствием должны поедать данные имитации На сайте представлено 12 расцветок Есть различные варианты белых цветов И много вариантов по такому черному исполнению Которые действительно напоминают живых таких медведок Сзади много информации в виде иероглифов И также советуют использовать данную имитацию На такой интересной оснастке, которая называется A.Rig Ни разу её не видел, не знаю, где её приобрести Но суть в том, что это такая джиг-головка с лопаткой Которая идёт, получается, перпендикулярно телу приманки И, наверное, как-то его разшатывает Данные силикошки идут плавающие Может быть, данное оснащение как-то позволяет идти по поверхности приманок Но я не знаю Буду монтировать её на джиг-головке На всетном крючке пробовать И, может быть, для ловли головля подойдёт Подброс под веточки Небольшие такие шевеления кончиком удилища Имитируя движение именно упавшего Такого воду-насекомого Я думаю, что вполне такие манипуляции позволят мне Ловить головля на джиг-головках Вполне подойдут для ловли окуня, судака и щуки Здесь запаянная получается пачка Не уважаю такие упаковки Не понимаю, зачем всё это делается Но, что имеем, то имеем Многие японские производители страдают Такой вот ерундой, как Запаивать свои упаковки Хотя Для этого Ничего не вижу Никаких предпосылок Не видно, чтобы, например, данные приманки Плавали в каком-то аттрактанте Который бы просочился даже через Зип-застёжку Зачем это делать, непонятно Подложка пластиковая Вполне сохраняет данные силиконы от заминания Здесь они вот так лежат Кстати, при первом же Так сказать, ощущении, когда взял в руки Кажется, что они довольно-таки дубово Сделаны Сам силикон очень и очень плотный Поэтому здесь основными привлекающими элементами Будут различные отростки В районе хвоста видим пару таких лопаточек Имитация ножек На теле имеется три пары лапок Вот они очень тоненькие Я думаю, в воде очень привлекательно будут шевелиться Две лапки, которыми медведка обычно копает землю И на лице имеются усики в количестве трёх штук Тоже из очень тонкого силикона Который будет активно так в воде играть Но всё же, ещё раз скажу Силикон такой дубоватый Давайте посмотрим, правда ли он плавает Как нам и обещают Да, силикон плавающий Не сказать, чтобы он как пробка там всплывал И видно, что во время погружения в воду От него расходятся такие мысленистые пятна Это силиконовая смазка Не протрактированный данный силикон Пахнет резиной Силиконовая смазка позволяет более долгое время Сохранять данные приманки И именно в ней они будут лучше храниться Поэтому хранить их лучше в упаковке И раз они плавающие Наверное, не стоит их хранить С другими различными силиконовыми приманками Так как они могут друг другу поплавить Повредить Поэтому эти приманки Держите в заводской упаковке Интересный, конечно, вариант Для того, чтобы удивить хищника Интересный вариант Как для ловли таком на тараканин Так сказать, для ловли головля Я думаю, на микровечке я обязательно попробую Либо сплавлять по течению Под различные веточки Либо просто подбрасывать Под нависающие ветки Имитируя упавшее в воду насекомое Я думаю, результат будет Смит Амахака Хай Флот Ну а на этом мой обзор подошел к концу Всем спасибо за внимание Пока